И всем привет, ребят, с вами Стрванька, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен новой теме, новой рубрике, которую когда-то я уже записывал. Очень многие ребята просили, чтобы я снова ее возобновил. Ну и сегодня мы попробуем это сделать, надеюсь на вашу активность и поддержку, если вам это интересно, если в этом есть определенный смысл, вы это поддержите, то мы продолжим, ну может быть не так часто, но хотя бы изредка записывать подобные видеоролики. Сегодня мы попытаемся разобрать более досконально игру в матчмейкинге на определенном вооружении, и я постараюсь дать какие-то свои определенные видения игры и советы по использованию вооружению в бою. Сегодня мы возьмем, ну одно наверное из самых дефолтных и в последнее время моих любимых вооружений, это Дика Фриза с дроном Ловкача и рассмотрим позицию игрока, который может играть как саппорта, как игрока, который может помочь в дефе и как может помочь на увозах доставок флага в формате захват флага. 100% мы будем разбирать именно только этот формат, можно было бы конечно обратить внимание также и на регби, но сегодня мы сделаем разбор одной дефолтной катки матчмейкинга в формате захват флага. Только одну катку сыграем, больше пробовать не будем, ну и дальше уже будет все зависеть от вашего, можно так сказать, желания, интереса к этому всему делу. Почему именно Дика Фриз, вооружение, которое является хорошим, удачным саппортом, Овердрайв, который раздает сейчас, ну наверное самую нужную вещь, которая есть, плюс за это зарабатывает очки сам и дает критический урон. Диктатор, как по мне, сейчас вообще является одним из, либо самым даже, лучшим корпусом в игре, поэтому для меня выбора корпуса для помощи в дефе, для помощи тиммейтам и увоза, например, флагов, выбор даже как бы и не стоит. То есть я не думаю там, что брать лучше, там Хантер, Викинг, я сразу четко знаю, что это диктатор, если ты хочешь и помочь тиммейтам, и отдефать, и увести. И еще один корпус, который может все эти функции так же самовыполнять, это корпус Паладин. Но Паладин это корпус, который, как по мне, будет еще нерфиться и нерфиться не раз, и будет уходить из нашей меты, ну и мне он, откровенно говоря, не нравится, да, потому что он чересчур примитивный, Овердрайв жесткий, ну то есть там не надо даже думать, чтобы что-либо делать на этом корпусе. Ты просто прожал Овердрайв, у тебя есть иммунка от всех статус-эффектов, у тебя есть возможность самохила, и ты просто бессмертный, да, то есть твоя задача просто не упасть в минус, и все. То есть, ну, никакого гениального решения делать с Овердрайвом не надо, но единственное, его надо просто прожать в нужное время, и все. Да, поэтому мы берем Дикафреза, по иммунитету на корпус я люблю очень сильно использовать иммунитет от Эми, ну и по дрону Ловкач, Ловкач, который идеально сейчас сочетается с Диктатором, и очень круто-круто вместе комбинирует и работает. Пикаем в CTF, соло пик он, ну, довольно рандомен, он может нас закинуть, как и на обычную дефолтную 6х6, 8х8 карту, может и закинуть в какую-то начатую большую карту, если где-то место освободится, поэтому посмотрим, что нам сегодня предложат матчмайкинг, ну и попытаемся разобрать уже более подробно и детально эту карту, в зависимости от того, что нам предложат. Довольно долго грузится, у меня первая прогрузка сегодня в бой, ну и посмотрим, что тут будет. Скорее всего, я думаю, что новая карта 6х6, то есть, вряд ли нам матчмейкинг преподнесет что-то более интересное. Нет, более интересное, год 2042, ну и это начатый бой, поэтому делаем большой акцент на контроль центрального овердрайва, я прогрузился в бой, сразу заметил, что наш тиммейт его забрал, соответственно, он забрал его где-то в 14-40, плюс нужно понимать, что сейчас у нас есть замечательный холодный старт, который работает на протяжении одной минуты, соответственно, на протяжении этой одной минуты, ваша задача постараться как можно больше уничтожить противника, дабы заработать больше процентов овердрайва. Можно, конечно, еще ближе уже к этому таймингу ехать к подбору флага, и от него тоже отыгрывать, ну, либо просто постараться надамажить. От респа тиммейт увозит флаг, противник пушит базу, вы сразу же делаете, конечно же, акцент на свой флаг и на страховку тиммейта, дабы он сумел доставить флаг. То есть, здесь все делаете посредственно, да, то есть, все зависит от вашего респа, от ситуации, и нету какой-то четкой задачи, что нужно делать, да, то есть, ну, вы видите, тиммейт, например, увозит флаг, у вас есть возможность от дефить базу, помочь ему, значит, вы эту функцию выполняете. Если у вас, например, респ хороший под атаку, и вы знаете, что ваш тиммейт поставит, значит, вы отправляетесь вперед и уже газуете увозить флаг. Также у нас выпадал овердрайв в 12.40, соответственно, мы выдвигаемся на подбор центрального овердрайва, который уже должен, по идее, начинать выпадать. Ну, и у меня у самого уже как бы 60% овера есть, но лучше его забрать, нежели оставить под противника. Овердрайв уже, по идее, должен выпадать. Да, овердрайв есть. Ну, и главная наша задача вместе с вами теперь его, конечно же, забрать. Я довольно нагло открывался под противника. Думал, что у него просто-напросто не хватит урона, чтобы меня слить. Ну, и здесь у меня, например, нету большого количества хп, нету аптечки, но зато у меня есть овердрайв. Я дожидаюсь тиммейта, чтобы раздать овердрайв не на себя в соло, а чтобы получить еще дополнительные очки с этого овердрайва. Раздаю его на тиммейта и уже залетаю, наношу урон под критическим... под критом и стараюсь увозить флаг. Ну, здесь в этой ситуации, конечно, чуть не повезло. У нас команда более пассивно играет. Соответственно, мне, когда команда более пассивно играет, более выгодно лететь вперед и увозить флаг у противника. Ну, и давайте пробовать это делать. Сейчас фризы, конечно, являются прям очень лютыми деф-кабинами. Ну, и здесь есть тоже выбор оставить просто тиммейта, который будет вести флаг, и остаться, можно так сказать, на конвейере, либо подстраховать тиммейта и сыграть с ним до конца. Если рассматривать более качественную и грамотную игру, то, конечно, вы должны страховать своего тиммейта, так как я не уверен в том, доставит он этот флаг или нет. Лучше доставить стабильный один флаг, нежели остаться на подборе следующего флага и по итогу его вообще не подобрать. Ну, и здесь также вы видите, что Изида заходит вместе со мной, значит, у меня есть возможность увезти, и этот молодой человек меня подстрахует. По траектории увоза здесь вообще самая выгодная траектория это вести флаг серва происходит вложек. Такой продолжительный. Ну, это, конечно, такая ситуация, которая, можно так сказать, не обсуждается. Самая выгодная траектория увоза вообще туда вниз, да, но здесь уже вы смотрите по ситуации и выбираете ту траекторию, которая является более удобной, где нету противника. В моем случае сейчас это левая траектория, где не было ни одного врага, поэтому и вы можете тоже смотреть более внимательно, да, то есть и стараться играть именно в таких ситуациях с холодной головой и не переживать там, типа, о, куда везти, везти на центр там, или еще что-то, думать там для себя, да, то есть вы спокойненько видите, хоп, у вас открытая зона, сразу на нее ушли, тиммейты возят еще один флаг, вы просто выступаете в роли страховочки. Ну и есть еще один овердрайв, конечно же, желательно на диктаторе использовать овердрайвы под заход на вражескую базу, если вы, ну, спокойно довольно-таки ведете в катке, да, то есть у вас нет никаких проблем здесь, вам не нужно там дефить свою базу, если нужно было бы отдефить, а также самое этот овердрайв бы мог бы прожать в дефе, да, а не в атаке. Ну и здесь, дабы я увез флаг, а не мой тиммейт, я его чуть-чуть обогоняю, можно так сказать, немножко подрезаю, ну и уже ухожу на ту траекторию, которая является самой быстрой траекторией для доставки флага на данной карте. Это здесь быстро через низ. Доставочка есть, довольно простая. И несложная катка у нас складывается. Тиммейт попытался увезти флаг, но у него, к сожалению, не получилось. Фреза в упоре лучше всего остерегаться и откатываться от него. Ну и, конечно же, обращаем внимание всегда на дроповую расходку. Дроповая расходка может в моменте очень неплохо вам пригодиться. В частности, это аптечки, ну и даже дроповые ДАшки, ДДшки тоже бывают нужны. Тиммейту возят, противник за ним выкатывается, вы можете просто заблочить его, чуть-чуть сыграть, ну, можно сказать так, на прикрытии, дабы не мог ничего сделать противник с игроком, который с вашей командой возит флаг. Ну и так же самое от респа. Просто смотрите деф, отбиваете, видите, вон там, например, Викинга Жига заходит, да, опасная. Но если бы это был бы более сильный тип, ну, даже в такой ситуации, лучше было бы мне, конечно, отдефать флаг, потому что мои тиммейты уже увезли его. Немножко не повезло, что мне противник помешал. Но и здесь я тоже не успел. Ведь неправильно выбрал траекторию, то есть хотел изначально вернуть свой флаг, но и у нашего тиммейта было мало, можно было, конечно, остаться с ним, но лучше, надежнее и грамотнее сыграть всегда на возврат своего флага, да, вне зависимости от ситуации. Это, конечно, такое спорное решение, да, то есть что лучше сделать? Вернуть флаг свой, либо увести вражеский, либо сыграть размен. Но если вы понимаете, что у вас есть шанс вернуть флаг, то лучше всегда играть на этот самый возврат. Ну и катку мы благополучно выигрываем, да, без особых проблем. Наш тиммейт ставит седьмой флаг. Ну и вот такая довольно простая матчмейкинговая каточка у нас получилась на дикофрезе. Не знаю, насколько она вам будет полезна, не знаю, насколько продуктивно была, был мой рассказ и вообще обзор данного боя. Но здесь уже выбор, можно так сказать, целиком и полностью за вами. Поэтому пишите, что вы думаете. Интересно вам было бы слышать что-то подобное по каким-то определенным вооружениям, картам, сетапам вооружений и позициям, что лучше выбирать. По идее можно много чего придумать, да, но это, можно так сказать, первый пробный видос с обзором обычной дефолтной матчмейкинговой катки на вооружении, которая может отыгрывать практически любую позицию на карте. Как отдефить, как подсаппортить, как увести флаг. Ну и то, что, наверное, сейчас является самым актуальным в нашем матчмейкинге. Ведь простой обычный атакер либо простой обычный дефер это, ну, скучно. Скучно, нединамично и неприбыльно по очкам. Если вы хотите быть максимально полезными, то вы должны быть везде, в самый нужный момент, в нужном месте, в нужной точке, наносить либо урон, либо саппортить тиммейтов, либо дефить базу, либо увозить флаги. Тогда у вас будет в этом компоненте, как по мне, получаться всё. Поэтому поддерживайте видос лайком, если он вам понравился. Если вы хотите видеть продолжение этого всего дела. Ведь, ну, безусловно, у меня есть какой-то маломальский опыт. И что-то в этом плане я вам могу поведать, рассказать. Может быть, не самый, конечно, удачный бой получился, но всё же, как есть, так есть. Много тут боёв записывать, наверное, нету смысла. А то вдруг вы скажете, что я тут какую-то дичь забазарил, и это вам вообще вовсе не нравится. Поэтому поддерживайте, если нравится. Если увидим здесь активность, можете писать в комментариях, что вы думаете вообще по этому поводу. Продолжаем, не продолжаем. Ну и, может быть, у вас есть какие-то уже сразу же предложения по обзорам каких-то комбинаций, да, вооружений, позиций, и ещё чего-либо. Пишите в комментариях, поддерживайте также другие комментарии лайком. Может быть, вместе сразу же увидим, что было бы интереснее записать в следующем видосе по подобной тематике. У меня, друзья, на этом всё. Спасибо, ребят, всем за просмотр. Всем удачи и всем пока. Пока.